Я сама у себя на экране мелькаю. Ну, в общем, можно, конечно, но тут лучше враг хорошего. Сейчас вот это вроде видно и слышно. А, хорошо. Континуум бывают разложимые и неразложимые. Так вот, разложимый континуум Х – это такой, который можно представить в виде объединения двух подконтинуумов. То есть это тоже континуум. А и В могут пересекаться. Например, разложимым является отрезок. Ну, потому что, значит, ну да, требуется, конечно, чтобы А и В были не пусты и не совпадали совсем в Х. Ну, понятно, что отрезок является разложимым. Например, вот это А, а вот это В. Окружность является разложимым. Верхняя половина – это А, нижняя половина – это В. Тот континуум, который не является разложимым, называется неразложимым. Здесь в качестве примера можно привести соленоид. Любой нетривиальный соленоид является неразложимым. Это обратный предел последовательности окружностей, где связующие отображения являются возведением в некоторую степень отличную от нуля и единицы. Ну, у нас это понятие будет много раз попадаться. И еще одно понятие – класс континуумов, которые называются змеевидные. Континуум Х называется змеевидным. Если есть несколько эквивалентных определений. Одно из них такое, что Х можно представить в виде обратного предела последовательности отрезков. Ну, с какими-то там связующими отображениями, неважно с какими, непрерывными. Другое определение состоит в том, что до любого эпсилон положительного существует эпсилон отображения Х в отрезок. Значит, прообраз каждой точки имеет диаметр не больше, чем эпсилон. Вот такое вот понятие. Ну да, компакт и подобные отрезки. Я встречал у Сипинского понятия. Там вот он как раз змеевидный не говорит, а говорит, что компакт подобные отрезки. Вот ровно это определение, да? Да, по-английски действительно либо вот отрезка подобный, еще называется вот так, дугоподобный, а слов змеевидный и переводится вот так, змееподобный. Это все одно и то же. Да, это оно. Вопрос, можно? Да-да. Если мы возьмем обратные пределы закручности, когда все проекции там гомозог на нулю, то это будет змеевидный континуум? Я подозреваю, что будет. Мне кажется, что да. Но эти отображения, они же пропускаются через универсальное накрытие. Сколько окружность компактная, можно отрезок. Значит, это... Ну, да, да, да. Не, ну, тем не менее, уточняет какие-то этот вопрос. Ну, во всяком случае, уж точно имеет шейп змеевидного. Да, если каждое отображение прогомотопирует вне сюръективное, то тогда там получатся настоящие отрезки. А вот если они гомототны нулю, но при этом сюръективны, то, наверное, да. Но как это, насколько доказать, я не знаю. Хорошо? Хорошо. Возник такой вопрос примерно 100 лет назад о существовании наследственно неразложимых континуумов. Это такие, у которых каждый под континуум является неразложимым. Вот, наследственно. И в 22-м году Кнастер построил пример змеевидного, вот такого наследственно неразложимого континуума. Потом, в 48-м году, Мойс построил пример змеевидного неразложимого континуума со свойством, как называется, наследственно-эквивалентной. Наследственно-эквивалентной, значит, гомеоморфной каждому своему подконтинууму. Ну, отсюда вытекает, что если он сам неразложим, да и каждый континуум ему гомеоморфен, значит, такой континуум тоже наследственно неразложим. Ну, и, значит, дальше из результата Бинга вытекало, что на самом деле эти два континуума гомеоморфны между собой. И, кроме того, еще этот континуум еще и однороден. То есть, любые две точки его можно перевести друг в друга гомеоморфизмом всего пространства. И вот этот компакт и называется псевдодуга. Так что вот такие свойства. Это змеевидный, однородный, наследственно неразложимый, наследственно-эквивалентный континуум. И еще у него очень много интересных свойств. Немножко можно показать картинку, как это строится. Он может быть построен как пересечение убывающей последовательности компактов. Но эти компакты можно считать гомеоморфными двумерным диском, но важно, как они друг в друга вложены. Вот такая картинка. Здесь что такое первый шаг М0? Первый шаг М0 это вот этот большой прямоугольник, который здесь как бы состоит из семи кусочков, но на самом деле их объединение, вот этих семи больших длинных прямоугольников, это первое шаг построения. Дальше вот тут такая зигзагообразная линия. Их объединение, вот этих маленьких кружочков, это следующий шаг построения. Ну и в каком-то смысле и так далее следующие цепочки все сильнее и сильнее создают зигзаги внутри предыдущих. И вот их пересечение это вот такой активный дуга. Ой, подождите, я что-то не понял. У вас на ветку картинка, которая плохо видна. это она относится к первому шагу? Нет, вот вот это. Вот это нижняя большая. А нельзя попроще первый шаг описать никак, вот только этой огромной картинкой? Ну, нет, можно дать формальное определение, но картинка является частной конструкцией и подходящей под общее правило построения. Чуть-чуть можно начать проще, но все-таки эти итерации уже на третьем шаге становятся слишком сложными, чтобы их нарисовать. Но можно описать требования к этим цепочкам? Объясните, все? Ну, ответишь, как строится? Вот он вперед. хорошо. Должно быть вот что. Вот давайте возьмем М0. Что такое М0? Это объединение нескольких двумерных дисков. Нескольких это значит хотя бы пяти. Давайте я, там у меня на картинке их семь, ну, давайте я напишу пять. Мы обсуждали этот вопрос и сейчас новая трактовка. Мы обсуждали несколько это больше одного или больше двух, а сейчас уже получили ответ на этот вопрос. Ага, будем знать. Вот у меня будет несколько это начинается с пяти. М1 значит, ну, вот здесь значит пять или больше. М1 это сколько-то? какое-то количество объединения каких-то двумерных дисков. что требуется от этих дисков? Здесь C0 и пересекается с C0 и G по непустому тогда и только тогда, когда и минус G либо совпадают, либо отличаются на единицу. То есть пересекаются только соседние звенья. То же самое должно быть для каждой цепочки. Значит, для цепочки составляющей множество номер один то же самое правило. То есть вот эти кусочки C составляются в следующем смысле. Цепляются, пересекаются только кусочки с соседними номерами. теперь что касается того, как M1 должно лежать в M0. M1 что называется я не знаю как это по-русски ну вот сильно изломано как-то так вот это слово означает что-то вроде сильно изломано. Так вот M1 сильно изломано в M0 это означает следующее извивается 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 сильно извивается спасибо значит как только у меня есть два номера и и G которые отличаются хотя бы на тройку вот я беру C0I и C0G вот есть два индекса отличающиеся хотя бы на тройку должны существовать еще два номера два номера скажем R и S такие что вместе с G они должны образовывать монотонную последовательность значит либо так либо наоборот в зависимости от того больше кто больше E или G если E было меньше жить то R и S вот так а если E было больше жить то R и S вот так так вот от них требуется чтобы C1 R заходила в C0 G минус 1 и чтобы C1 S заходила в C0 и минус 1 значит вот я показывала сейчас еще я забыл сказать должны существовать извините не только R и S тут 4 индекса должно существовать давайте P R S и Q вот так здесь P и здесь P и добавим еще два требования чтобы чтобы C1 я посмотрю сейчас ошибка вот у меня есть C0 и в C0 и должна лежать C1 P C1 P дальше дальше значит это у меня все в случае 1 а в случае 2 включения будут немножко по-другому писаться так вот в случае 1 должно быть я сначала C1 P у меня лежит C0 и следующий индекс это R R должно заходить в C0 G минус 1 значит вот мы идем идем сюда А не G плюс 1 G минус 1 пошли сюда а потом будет и будет плюс 1 то есть и будет плюс 1 ну смотря смотря конечно кто больше или G не ну у нас и меньше G я считаю да как и меньше G если и меньше G да то тогда вот здесь C0 и плюс 1 и мы должны значит вот мы пошли сюда потом мы вернулись сюда здесь у меня C1 S а вот здесь и плюс 1 потом мы снова пошли и пришли вот сюда в C0 G и здесь у меня C1 1 такой зигзаг в случае значит если P больше если P больше Q то надо написать аналогичные формулы значит ну суть вот в чем M0 M0 цепочка из двумерных дисков а цепочка M1 тоже состоящая из двумерных дисков должна быть устроена так что как только есть вот два номера отстоящие друг от друга хотя бы на тройку должна найтись под цепочка которая ведет тебя следующим образом она сначала стартует здесь потом она идет идет приходит сюда в предыдущее звено потом она возвращается вот сюда в этот значит круг а потом только приходит в круг который является нашей целью и это должно быть для любой пары вот этих вот и и же для пары ну да и там вот на картинке я давайте еще раз ее покажу это не минимальный пример тут тут нарисовано 7 больших прямоугольников вытянутых вверх их объединение это м0 но мы могли из 5 начать это бы немножко упростило картинку но не сильно а вот это более мелкая штука их объединение это м1 но видно что поведение сложное то есть эта конструкция она как бы не единственная там есть произвол в количестве кружков на каждом шаге и в том как эти цепочки вдруг внутри друга вот именно конкретно лежат то есть это неоднозначная конструкция но в итоге оказывается что пересечения получаются гомеоморфные друг другу континуумы но так же как там кантерово множество его можно по-разному строить разное брать вот один раз мы начали дробить пополам а пришел другой человек и начал делить отрезок не на две части а на семь а кто-то еще там как-то дробил но в итоге получилось гомеоморфные между собой компакты ну вот так и ну вот когда мы сфиксировали скажем семь вот этих полос то тогда существует минимальная в каком-то смысле какая-то самая цепочка которая вот у вас это похоже не минимально да мне кажется это я просто взяла где-то картинку и известно да известно что там очень сильно растет количество этих вот кружочков вот например я тут вычитала что если первоначальная цепочка состояла из пяти то вторая цепочка можно ограничиться тринадцатью звеньями а вот если ну в третьей я там не прочитал сколько будет а вот если первоначальная цепочка состояла из девяти звеньев то вторая цепочка будет состоять хотя бы как минимум из четырехсот девяти звеньев а вот третья уже будет больше чем пять умножить на десять в сто пятьдесят пятой степени звеньев что больше чем в количестве частиц во вселенной поэтому она не должна рисоваться потому что частиц не хватит то есть вот здесь вот так но интересно при этом что вот так все сложно выглядит но есть теорема Бинга что типичный континуум в РН в смысле теоремы Бера является псевдодугой и еще закругляться кажется уже пора сколько там положено да я уже проскочил ну ну давайте я сейчас действительно кусок рассказала давайте я все-таки закончу одним вопросом вот Филипп спрашивает будут ли эти континуума реквариантно вложения даже если разное число цепей в этих конструкциях известно что у псевдодуге имеется несчетное количество неэквивалентных вложений в плоскость но при этом когда мы эту плоскость считаем вложенной в Р3 обычным образом то в Р3 эти вложения уже становятся все эквивалентны это это типа да похоже на то только это же не полиэдр поэтому да да наверное для полиэдров действительно это как трюк кли а здесь да вот такого типа типичный элемент пространства континуумов является псевдодугой а типичный элемент пространства непрерывных отображений из псевдодуги саму в себя непрерывное отображение так вот ее типичный элемент этого пространства является гомеоморфизмом это независимо доказали Льюис и М. Смит не знаю как его зовут и здесь один из вопросов такой вот это вторая теорема для каких еще континуумов это может быть справедливо АМ это множество непрерывных отображений да С я побоялась вот здесь у меня С это пространство континуумов поэтому мы потому что мы ну да непрерывные ну ценоль можно еще а да да действительно спасибо ну что да ну что же вопрос и еще какие вопросы ну в принципе вот здесь все же вопрос что вот это определение по моему определение из статьи Винга что ли 50-го года или что-то около того мне кажется я как-то читал давно но понятно что это определение имеет свои достоинства но с другой стороны вот насколько я помню был такой результат что псевдо-дуга представила как обратный предел одинаковых отображений из отрезков себя то есть надо взять только одно отображение из отрезков себя можно его график нарисовать просто вот предел таких это псевдо-дуга вот наверное можно не из отрезков отрезок а вложение из квадрата в квадрат вот но и тогда вот можно это вложение нарисовать и не мучиться с этими индексами так кажется было бы проще вырисовали ксево-дугу недавно букву з ну вот да но я не эксперт на этом деле я могу ошибаться вот и меня собственно вопрос волнует до некоторой степени был ли я брат или что-то я там ведь говорил потому что я забыл где значит это где я такое видел и откуда я это взял да да есть теорема про обратный предел одного отображения она действительно есть может я и путаю но по-моему это придумал Хендерсон что что касается этих цепей по-видимому у них есть свое преимущество вот эти извивающиеся цепи потому что по-видимому все вот эти теоремы о том что псевдо-дуга однородна и все эти есть там свойства более сильные относительно гомеоморфизмов и отображений и они как правило все доказываются с помощью вот этой техники цепей как ни странно обратные пределы по-видимому там не очень видят структуру этого континуума а вот с помощью этих цепей там вот как-то эти звенья рассматривают и получаются свойства а так-то да и действительно есть многомерные обобщения их придумал тоже Бинг я не знаю вводил ли он там многомерные цепи или обратные пределы наверное действительно он делал многомерный случай определял с обратными пределами но я не уверена вот последние несколько лет на семинаре солнечной и земной физики у нас в Миране про все люди рассказывают они там находятся в Солнце коронавии раньше не рассказывали ну конечно они их немножко другого называют но там фотографии показывают нечто такое похожее ну так что наверное значит тут и практически можно какие-то делать доклады надо просто понять что люди хотят узнать все добрых если конечно смотреть широко ну надо наверное поскольку тут у нас всего участников не так уж много то можно наверное широко молнии как образ псевдодоги молния да ну вот так что значит уже два направления ну спасибо большое мы наверное должны переходить к следующему докладу да давайте поблагодарим вам спасибо да спасибо вам ну и следующий надо хватит студент